Контроля, как это все контролировать. Все это, конечно, хорошо, но люди же такие же люди, что они почему-то не делают то, что им нужно. Без контроля это все не работает. А дело продаж — это дрессировка. Мотивировать их бесполезно. Совершенно бесполезно. То есть вот мотивация — это временное явление. Особенно мотивация деньгами. А мотивация деньгами, увеличение зарплаты, честно, похожа на наркотик. Потому что, во-первых, привыкание. Потом дозы перестает хватать. В какое-то время нужно увеличение дозы. И если эта доза не происходит, начинается выдром. Начинается ломка, требования на зарплаты и так далее. Все то же самое. Поэтому деньги не работают. Здесь только дрессировка. Именно поведение клиентов. Клиентов, людей, которые работают. Созов. Раз я про сайт врез давал, давайте я дам еще одну врезку про два инструмента, которые у вас должны быть по-любому. Первое. CRM-система. Мы с Денисом Запиркием только что выдали книгу по CRM-у, развитие бизнеса с помощью CRM-систем, где вы хотели написать простым языком. Потому что обычно книги по CRM пишутся программистами для программистов. У нас один из ребят в коучинге, Фарид Николай Мачковский, написали пару лет назад книгу по 11 CRM. Кошмар. Мы попробовали сделать это по простым языком. Что такое CRM-система? Кто не знает? Так. В двух словах. Это система, которая, вот воронка продаж, о которой мы говорили, вы в своей CRM-системе простраиваете свой процесс таким образом, что клиент путешествует от точки ноль до того момента, когда вы с него берете деньги. И там вся история звонков, вся история имейла, вся история клиентов. И у вас одновременный доступ к клиентской базе. Либо разграниченный, либо все по всем. Есть большое количество софта. В книжке, кстати, есть там два обзора, можно посмотреть. Из самых популярных на сегодняшний день это 1S CRM. Очень не советую пользоваться. Написано программистами для программистов, причем с тайной мыслью захвата мира. То есть без программистов разобраться мне невозможно. Ну, на самом деле, если бы она, как говорят 1S, если бы 1S было проще, им бы не платили больше. Поэтому, сделайте выводы. Людьми написано Salesforce.com, по-моему, она есть на русском уже. Там не дешевая, по-моему, долларов 100 в месяц. От 50 до 100, по-моему, в месяц за человека, за одного. Но, с другой стороны, это не такие большие идеи, чтобы на этом экономить. И вы платите как за сервисы. Нужно ли новые люди подключать их? Не нужные люди отключать их? То есть вы платите столько, сколько используете. Из совсем наших есть компания Мегаплан. Я это несколько раз консультировал. Мегаплан.ру. У них сейчас есть... Это вообще... У них софт через интернет, который управляет проектами. Управление проектами. Они сделали управление клиентами с зачатками CRM-системы. Небольшой, то есть там никакого продвинутого функционала от нее не ждите, но она там есть. И у Microsoft-а есть. Microsoft CRM. Сейчас она, по-моему, называется Microsoft Dynamics CRM. Также есть. А, из бесплатных. Для всех технологий сразу. Sugar CRM. Распространяется с исходными кодами. То есть можете под себя ее настроить. Но CRM-ка должна быть, хоть какая-нибудь, хоть самописная. Хоть в Excel видите, хоть в Google Docs. Что делает CRM? CRM держит... Вы описываете клиентов, как они проходят через уровни покупки, и это все контролируете. Первое. Второе. Второе. Это автореспондер. Про автореспондер. Это инструмент. Сейчас расскажу, зачем он нужен, как им пользоваться. Когда мы делаем... Особенно на сайте. У нас продающий сайт. И к нам приходит человек. Давайте, к нам звонит проще. У нас звонит человек и говорит, мне вот интересно, что вы там продаете. Пример какой-нибудь. Позовите другой. Не софты, не видео. Ивент-услуги. Ивент-услуги. Человек звонит и говорит, вот вы продаете ивент-услуги, нам в принципе интересно. Какие вы... И спрашиваете вопросы у человека. Обычно. Ну, какие именно услуги вам нужны? Какие у вас цели и задачи? Цели, задачи и какой бюджет? Что примерно попал, не попал? Один из вопросов, который крайне необходим, который почему-то мало кто сразу задает. Это когда. Вот когда вам нужны вот это? И ответ на вопрос, когда, четко делит клиентов по физским группам. Первое. Некоторые говорят, вот вчера. Вот у нас горит уже все. У нас все горит. Если он говорит, что все горит, то здесь продажи должны быть максимально агрессивные. Наша задача, как можно быстрее, закрыть его на сделку. Агрессивные продажи. То есть мы закрываем его на сделку. Если он говорит, какая-то дата, но не горит. Какая-то дата в будущем. А, 35 мартабря. Особенно, если это крупная компания. Вам необходимо узнать процесс покупки. У каждой компании свой странный процесс покупки. У многих типовые, конечно же. Но у некоторых это тендером, у некоторых это комитетом. Меня итальянская Моторола долбила, наверное, полгода, чтобы я заполнил 34-страничную анкету, чтобы попасть в список вендоров, которых они могут закупать. А если это люди? А если это люди? Тогда это легче. Процесс покупки легче. Если у них нет процесса покупки, то идем по своему. То есть мы их закрываем. Если у них есть процесс покупки, наша задача, чтобы у нас процесс продажи соответствовал процессу покупки. И если мы их здесь закрываем адресивно, мы их теряем. То есть здесь такой, условно говоря, зеркальный, пассивный, вряд ли его можно называть. Ну, давайте назовем зеркальным. То есть если у них нет процесса покупки, естественно, мы продаем по своему процессу сразу. Деньги в кассу. Если у него он есть, мы идем по ему. Почему? Потому что если мы здесь начинаем, если мы в первом случае начинаем зеркалить, у нас очень плохо продается. Если он говорит, ну на меня горит все, вот дом горит, высылайте пожарную машину. А вы начинаете, так, хорошо. У вас дом какой системы? Какой фундамент в вашем доме? Если вы начинаете вот через процесс его прогонять, то там все сгорит уже. И наоборот. То есть их нельзя сушить. Дальше. Есть еще отдельный тип людей, которые я безумно люблю. Которые что обычно говорят? На них, да? Я просто хочу узнать эту информацию. Да, мне нужно больше информации. Вот. Ну. На выставках их много. Это называют люди пылесосы. И собирают по всем. И собирают вот. В баул из Икеи. Да, все эти вот. Промо-каталоги и так далее. Это больше информации. Я раньше их больше информации. Пи-пи-пи. То есть вот. Мы говорим, все на сайте. Пи-пи-пи-пи. Я раньше их убирал. Но с ними реально очень много времени не тратится. И продаст, что-то что-то или не продаст. Когда у вас ресурсов мало, на них время можно не тратить. Ну, это было мое мнение. Проблема с этим есть какая. Здесь самый лучший клиент. Но кто они? Вот. Самых лучших от пылесосов отобрать автоматически не получается. Что мы сделали? Мы сделали такую интересную штуку. Раз они все хотят, чтобы больше информации. Мы сделали маркер инфокит. У нас есть большой документ из большого количества страниц. В PDF, конечно. Который закрывает вопросы. Там весь сайт распечатанный. Там все брошугры, все клиенты. Там у меня в коучинге, сегодня его нет, Паша. Он продает сервисы по безопасности. Компьютерной и вообще организационной безопасности. То есть всякие фаерволы, соответственно документации, закон о личной безопасности и так далее. И когда очень много приходит, или мы начинаем звонить, он говорит, прочитайте нам больше информации. Задача такая. Во-первых, чтобы информация была столько... Они все равно половину их не читают. Правильно? Даже не открывают. И чтобы они в эту информацию сами не смогли разобраться. То есть мы берем все. Он в этот инфокит положил мануалы по всему софту, который они продают. Только этот страниц на 800. Он тут положил все пауэрпоинты своих презентаций. Примеры договоров, отзывы отсканированные и так далее. Это огромный факт. Хотят больше информации? Получите больше информации. Вопрос закрыт. Но при этом... Еще не все. С ними какая проблема? Мы послали, отзваниваем потом. Получили? Да, получили. Спасибо. Нет, не посмотрели. Через три дня. Получили? Да, посмотрели. Хорошо, мы посмотрим, обсудим, вам перезвоним. Кто на это нарвался? Это стандартная отмазка, которая дальше... Теперь, вот здесь как раз нужен автореспондер. Почему? Нам нужен робот, который будет... Нам с ними нужно контактировать. Причем контактировать не реже, раз в неделю. То есть вот этих вот людей, которые по каким-то причинам они не купили. Ну, сорвалась сделка, либо что-то. Когда сделка... Чтобы сделка была сделана... Софтология. Э-э-э, курси, ладно. Необходимо несколько условий. Бюджет должен быть. У них должна быть проблема, которую они хотят решить. Не нужно решить, а хотят решить. Но самое главное, это тайминг. По времени мы должны совпасть. Наши продажи с их покупкой должны совпасть по времени. Вот мы все остальное можем контролировать, А время мы никогда не контролируем. Ну, я вот, не знаю, по своему опыту скажу. Ты живешь себе, живешь... И к тебе приходят всякие эти самые... Всякие рекламы там... Агентов, страховки... Ну, валятся всякие спамы. В почтовой речи. На них вообще никогда внимания не обращаешь. Вдруг ты решил переехать. Ты начинаешь обращать внимание на все рекламы, которые в твою сторону падают. Что вот, вы ищите дом? А, вы ищите дом. А вот вам новый дом. Раньше они же были там, но я их не видел. Если бы они в какой-то точке перестали со мной контактировать, я бы их дальше не увидел. То есть, наша задача. И почему именно раз в неделю? Потому что по статистике люди принимают решения, основывая информацию, которая попала к ним либо на три дня до, либо на три дня после. То есть, он как раз неделя, чтобы перекрыть это три дня вперед-назад. Но самому этим заниматься очень муторно. Поэтому есть такая вещь, как автореспондер. Из сервисов есть smartresponder.ru нашего друга Макса Хиггера. Очень советую. Если вы бесплатно и откроете аккаунт, он будет добавлять вас в свою рекламу. Поэтому если вы о клиентах заботитесь, лучше платный, дешевый, он не взять. Но задача автореспондера. Автореспондера должно быть несколько. Давайте я про них расскажу. Совсем нужно. Мы наших клиентов любим как минимум тремя способами. Первый. Когда человек вам звонит, или заходит на сайт, или вбивает свой контакт, практика показывает, есть какой-то промежуток времени, в течение которого он, скорее всего, купит. Логично? Ну, мы берем месяц. Если мы не знаем, что взять, берем месяц. У нас есть месяц, мы этот месяц можем его спамить. Потому что он пришел, дал контакт. У нас в течение месяца идет постоянный контакт. Я в одной из книг писал, что отсылать. Я сейчас не вспомню на скидку, что и на какой день отсылать. То есть первый день, естественно, мы даем оффер какой-то, потому что он попросил. Потом мы этот оффер поворачиваем по-другому. И так далее, и так далее. На 30 дней его спамим. По-моему, раз в два дня. Первый день, третий день, пятый день, и так далее. До 30-го. Я в коучинге нахожусь у Дэна Кеннеди. Дэна Кеннеди – это один из 10-ти величайших маркетеров мира на сегодняшний день. У меня есть такая фраза. Until they buy or die. До тех пор, пока они не умерут или не умрут. Поэтому пришел, сам виноват. То есть в каждом письме есть кнопка «Отписаться». Он может «Отписаться», но если он пишет, то он не наш клиент. Поэтому мы, естественно, подаем в лоб. У меня последний раз индугенция на тему того, где грань между сколько можно и сколько нужно присылать. У нас недавно, и у нас идет серия тренингов «Быстрые деньги». Первый был в феврале, по-моему, «Быстрые деньги» в интернете, «Быстрые деньги» в бизнесе, «Инфобизнесе», «Консалтинге», «Быстрые результаты». Кто на «Быстрых» чего-нибудь был, не проходит. Отлично. И когда мы делаем ланчем, у нас во время запуска идет 10-12 писем. Причем идет от нас 12, от Николая Морошковского 12. Если мы еще кого-нибудь из партнеров подпишем, еще от него эти 12. То есть на человека хотя бы 20, если он обычно любит в обеих базах. Кто из вас у Николая и у меня в базе? Ну вот, посмотрите, да? Та же выборка. То есть идет 24 письма за 2 недели по поводу одного тренинга. И ко мне как-то кто-то из знакомых говорит, слушай, почитал это на сайте. У тебя недавно был тренинг какой-то там по инфобизнесу. Я говорю, да, «Быстрые деньги» по инфобизнесу. Я почитал, там такие отзывы, что прям так люди хорошо у них получили. Ну да. А я пропустил. Я говорю, ты в базе? В базе. 24 письма видел. Ну как-то бы мало писали. Поэтому. А тем не менее, когда предел вообще? Нет, предел. Месяц, два, три. Нет, вот я здесь выбираю для себя месяц. Вот активно я их буду бить по голове месяц. Если человек инициировал контакт, значит у него что-то болит. Значит моя обязанность ему что-то продать. В общем, у меня еще немножко своеобразный стиль. Чем дороже он заплатит, тем лучше результат. В инфобизнесе практика именно так, к сожалению. И к счастью, для меня к счастью, работает. Это первое. Но мы этим еще не ограничиваемся. У нас есть автороссылка, которая раз в неделю. Которую уже высели и туда ее вбили. Как генерировать контент на автороссылку, это отдельная тема. Но это можно сделать. Если вы книгу когда-нибудь писали, можно ее порезать на 100 страниц. Кажем за страницу отдельно на 2 года контента. Который где-то раз в неделю. И третий... Смотри, я не считаю... Это вы классифицируете вот эти вот... Три чего? Я вот не считаю, мы... Сейчас объясню. Это три рельса. Три канала, по которым человеку будут слаться информации. С одного и того же имейла. И третье... Это когда он заблудет в голову. Да, рендом. Ну, потому что у вас что-то есть сейчас? Вы хотите о чем-то поделиться? А раз там написали. У вас какая-то акция проходит, раз там написали. Эту мы... То есть что происходит? Кажет заходит, он триггером включается на 30 дней в первую рассылку. Она же прописана, да? Она прописана, да. Соответственно, если у вас разные клиенты, должны быть разные, если они хотят разные вещи, должны быть разные рассылки сюда. Там, ивенты, бывают конференции, открытые, бывают закрытые, какие-нибудь там тусы. Наверное, людям разное нужно слать, мне кажется. Тем, которым нужно, не знаю, отраслевую конференцию собрать, и тем, которым нужно привезти сюда Мадонну, чтобы она спела на дне рождения. Мне кажется, вот, разные. Опять же, это все равно ивент менеджмент. Здесь оно прописано, и триггер идет в контакт. То есть оно дальше идет, там, допустим, 2-3 года, раз в неделю, и будет капать прописанная информация. Уже. Пока не отлично. Ну и пока не умрет, то есть. Пока не закончится информация. И плюс к этому, мы еще... Мы же знаем, что раз в неделю это минимум. Мы еще добавляем рассылку, которую, видите, вы или кто-то из вас, из корпоративных. Которую еще взбрасывайте там, когда захочется, раз в неделю в ту же. Что-нибудь интересное туда. То, что у вас происходит. Привязка к новостям, что-то. Постоянно им идет капание на мозги. Причем, если вот здесь у нас задача продать, в первой рассылке, то здесь задача не продать. Здесь, наоборот, задача этих рассылок, чтобы они... Точнее, вот так. Задача второй рассылки, чтобы мы от нее не отписались. Она должна быть максимально мягкой. Поэтому, во второй рассылке, мы раз... Сейчас. Тач, тач, сел мы идем. Раз, два. Продано. Информация, информация, продажа. Информация, информация, продажа. То есть, мы не все время продаем. Мы даем две вещи информационные. И даем каждую из них. Или второй вариант. В общем, каждая рассылка информационная, в конце есть блок продающий. В звездочку. Или там, в подскриптную. Причем, практика показала еще такую вещь. Рассылка нужно не текстом присылать им, чтобы они весь текст читали. А чтобы там был абзац, тизер один, и ссылка читать больше на сайте. Задача рассылки, чтобы они на сайт привели человека. Обратно. А не письмо читать. Почему? Потому что человек прочитал письмо, и он может его закрыть, и все. После письма он либо кликнет, либо закроет. Скорее всего, он его закроет. А если он прочитал первый абзац, ему уже интересно еще дальше. Он приходит на сайт. На сайте он прочитал, и еще сбоку что увидит? Отзывы, отзывы, отзывы. Контакт, закажи, письмо, телефон. То есть, есть куча вариантов с вами что-то сделать. Какое-то, да, продолжить общение. И люди, бывает, залипают на час. Мне говорят, вот я случайно на сайт зайду, потом нажму, смотрю последние статьи. Сюда что-нибудь интересненькое. Потом он по бизнесу ТВ на полчаса. И понеслась. Я говорю, спай. И только зашел в лотермен. Можно вопрос? Если нажимать на отписацию, у нас всех трех отписывается? Это как хотите. В принципе, у нас от всех трех отписывается. У нас я не буду иметь время тарить. Но у меня принцип такой. Я не хочу всех клиентов. Вы должны понимать, что это все зависит от вашей стратегии. Есть стратегия, я хочу всех клиентов, что-нибудь с ними заработать. А есть стратегия, я хочу лучше. Я хочу дрессированного. Я хочу клиентов, с которыми мне комфортно работать. У меня есть клиенты, от которых я просто тупо отказываю, что либо не беру, либо мы не совпадаем. Либо крупные компании очень удивляются как-то так, вокруг них все танцуют, что у них же есть процесс, по которому они покупают. А мне все равно. И вот мы не совпадаем. Ну, значит, не совпадаем. Но это от вашей стратегии должно стоить. Вопросы? Вопрос можно. Сколько людей участвует в данном процессе, которые создают все это? Я не говорю о том, что рассылки. Создают ту информацию, которая постоянно приходит. Один. Время откуда? А это не нужно, но надо времени. Хорошо. Кому рассказать чит-код по рассылке? Рассказать? Как? Не все мы. Если люди сидят, я их заслуживаю. Видим, как полочками. Если вам нужно... Особенно если блог. Ведете блог? Туда нужно почему-то писать. Иначе почему-то читатели отвариваются. Странно. Правда? Это тоже не факт. У меня ЖЖ забросило в 2009 году до сих пор. За корролл у нас 800 комментариев. И даже их не открывать. Тут у нас счетчик растет. Похоже, я там с друг другом разговариваю. Уникальная штука. Так вот, контент. Кто из вас либо жил в деревне, либо родственники есть в деревне? Есть такие? Вот в деревне, в которых у вас родственники выращивали какую-нибудь животину. И когда ее забивают, они же ничего не выбрасывают. Задача использовать все. Когда свинью забывают, там это на холодец, пятачки, там еще куда-нибудь. И так далее. У нас с контентом все то же самое. То есть, я когда был на «Давай поженимся», мне рассказали, медийный анекдот, что на НГВ закрыли, на этаже Мастанкина, где я снимаю ТВ, закрыли все туалеты. А зачем? Все в эфир. Так вот. Примерно так оно и есть. Значит, наша задача. Если мы понимаем, что нам нужно много контента. Причем, для продвинутых он должен быть многомедийным. Он должен быть и текстом, и аудио, и видео. Почему? Потому что три повторения лучше, чем одно. Тогда задача. Что вы делаете? Первое. Вы готовите майкер-класс. Тренинг, если у вас нет опыта, тренинг не делайте. Потому что тренинг вы умрете, и все умрут. И это совершенно не нужно. Если вы совсем боитесь людей, ну такое тоже есть. Или вы их ненавидите, как я. Делайте вебинары. Вебинары очень хорошо. Особенно, когда у вас это пойдет, а оно не пойти не может. Через какое-то время, слушайте, бесплатный вебинар придут послушать все. Всем клиентам заслали, они пришли послушать. И вам нужны куши. Вам все равно кто придет. Вам все равно какие вопросы будут задавать. Вам нужна энергия. Вот слышно, когда человек начитывает. Вот пробовали, кто из вас пробовал русские аудиокниги? Это же мухи-долго просто. Это вот, если мух много дома, можно отключить как раз, и на полчаса уйти, то есть нет, а ты мухи больше. Я помню, вот едешь за рулем, включаешь, я когда приехал, попросил Костика купить мне пачку аудиокниг. Он мне пошел, купил, ну, я ему говорю, какие купить? Я говорю, слушай, купить все. Он мне купил все. Это вот такой был ящик. Из них реально можно было слушать только гандапасы. Все остальное ты едешь и так. Так вот, чтобы у вас этого не было, вам нужны люди, которые вас будут слушать. Поэтому лучше вебинар. Хотите вживую, вживую веселее, если у вас опыт есть. Если опыта нет, нет, вебинар уже вкусноватый. Если у вас нет опыта, делайте вебинар. Вебинар 2.ру, все, прости. Там это можно делать бесплатно. Там вот есть пылесосы, которые ходят на все вебинары, до которых они могут. Там выращивание фиалов. Вот самые смешные. Выращивание фиалов в домашних условиях. Причем это делал человек с ником Адский Подома. Есть смешные, в которых я решил поучаствовать. А была женщина, у нее на вебинаре было 8 человек. В общем, я и Костик были, потому что нам было интересно. Вебинар назывался Кулинарная пропедевтика. Мы там пошли узнать, что такое пропедевтика. Оказалось, это как бы база основы. Но база основы это скучно, поэтому это было пропедевтика. И когда я рекламировал, был вебинар, на который был из человека 3. После моей рекламы там пришел человек 40. Как наладить контакт с НЛО? Оказывается, человек не стебался. Мы думали, что это просто стёк такой. А оказывается, на самом деле, что человек, выходишь в астрал, можно будет в состоянии определенного, чтобы выйти в астрал. Мы не задавали вопросы. Это уже будет в состоянии, что выйти в астрал. С этого начинаются многие объяснительные милиции. На чём вы, какую бы тему вы не решили, можете убраться. Теперь, если вы делаете вебинар, делайте кастомарафон. То есть, вы говорите, начало будет тогда, а там минимум 3 часа, а там как пойдёт. Чем это хорошо? Я всем, кто в коучинге, советую, мы делаем, если вы видели. Кто видел из вас на сайте, в начале июня была серия ночных кастомарафонов 12 часовых? Видели, да? Кто-то участвовал? Я даже участвовал. Почему это так? Во-первых, выдаётся большое количество информации сразу. И люди, у людей после 4 часов убивается критическое восприятие. Ну, у кого? У некоторых раньше, у них нет, у них из вас сразу в транс впали. Некоторые с замедлением. Убивается критическое восприятие информации, можно найти всякую чушь. На 6-й час, я в картонах раз зашёл на его милинар, было, наверное, пол-седьмого утра или пол-восьмого утра. Люди сидели с 8 вечера, он вещал по поводу интернет-рекламы, и там люди пишут, мы уже не можем, уже, пожалуйста, нам уже через час на работу вставать, а мы ещё не ложились спать. Он говорит, ну, не хотите, идите. Если кто-нибудь держит, нет, мы хотим. И вот, мастахистов очень много. Ну, во-первых, это весело. Давайте, если поратриарю немножко инфопитнес. Я когда делал кастомарафон последний день, когда ты делаешь подряд несколько лекций, вот ты тему выдал, тебе нужно выдохнуть, ты музыку им включаешь какую-нибудь. Уходишь, чай пей, надо уезжать куда-нибудь, спалились, ладно. Приходишь обратно, они всё ещё себя ждут, ты говоришь, о, мы тут? Новая тема сейчас через 5 минут, и выдаёшь книжку, ну, не так, чё за новая тема. Так, новая тема будет инструмент номер 32. Такое тоже было, да. И выдаёшь вот такими кусками кучу тем, которые ты хочешь выдать. Тебе нужно выдать контент. Тебе нужно выдать максимально быстро. Нужно выдать максимально большое количество информации. Для продвинутых, такие серии лекций можно делать по оглавлению любой книги для чайников. Саму книгу только не читать, потому что будет понятно, что вы оттуда берёте. Но вот вольный пересказ на тему оглавления работает идеально. Но это если вам нужно просто сгенерировать контент, вы не знаете, откуда его взять. И вы выдаёте серию кастов. Причём, по поводу, чтобы было прикольно, я когда в Торонто делал кастом-марафон, я писал продукты, я так продукты записываю. Мне когда в лун делать тренинг, который объясняет, проведет домашние задания, я просто говорю, вот сейчас будет продукт, кто пришёл, услышал, тот тому повезло, кто не пришёл, тот не пришёл. И записывал 9 моделей коучинга. Слышал кто-нибудь, видел, ну, несколько человек присутствовали на этом. И я в тренинг был в Торонто. В Торонто и Москва разница 8 часов. То есть Торонто раньше. Я обещал уже вечером по Торонтоскому тренингу. То есть это уже было в ночь. И люди прям, опять тоже под утро, потому что был длинный такой кастом-марафон. А в промежутках мне было спутно. Ну, то есть я рассказывал тему, которую я хорошо знаю. Вопросов нормальных не было, потому что люди уже в трансе. Уже утро. И я говорю, а вот сейчас поиграем в угадай мелодию. Я нашёл себе панку ретро. Там, руки вверх, Таня Буланова. Я запускал песню какую-нибудь, и они в чате угадывали, что за песня. И уже, мы хотим про коучинг. Пожалуйста, я никому не держу. Но мы хотим про коучинг. А я хочу про песни. Вот, наиграешься немножко так. Утолишься, ладно, следующий. Всё равно. Они пришли на бесплатный вебинар. Кому сильно не нравится, может закрыть. Я обычно говорю, если кто-то начинает троллить, я говорю, могу отдать деньги обратно. За бесплатный вебинар. На них кто-то доходит. Вам нужно выдать большое количество контента. Вы его выдаёте и записываете. Чем мастер-класс хорош? Есть видео, которое камера, любая камера на штатив ставить и снимаете. Камеры на hard drive или на флешку, их немерено, они стоят дёшево. Там, от 10 до 15 тысяч. Есть даже камеры за 3 тысячи рублей, 3,5 тысячи рублей кодек, которые вот просто, просто в штатив вы его вкручиваете. Фотокамера, если у вас более-менее современная фотокамера, там есть функция записи видео, и этого будет достаточно. YouTube всё стерпит. Если это вебинар, значит это будет аудио. Если это у вас видео, оно же может программой бесплатной от конвершена быть в аудио. Так, это на вход. Это понятно, как мы выдали много контента? Мы много-много часов разговаривали в микрофон. Второй шаг. Многие на этом затыкаются, потому что здесь они говорят, хорошо, у меня это есть, теперь мне надо это структурировать и сделать из этого вот текст. Книгу, я буду из этого делать книгу. Это смертный приговор создать. Наша задача отдать людям, которые это умеют делать. То есть такие рерайтеры. Здесь во втором процессе есть несколько. Первое, рерайт. Только рерайт. Это набивка аудио в текст. То есть в конце вот этого дела. Это из аудио в текст. Кто читал шифровки своего аудио когда-нибудь? Читали или чужого? Это же невозможно без смеха где-то смотреть. То есть здесь бросать нельзя. И это в рассылку нельзя, потому что было стыдно. И вообще с этим ничего. И хочется этого удалить, чтобы больше никогда этим не заниматься. Ничего, нормально. Дальше. Есть литературный редактор. Продвинутый. Вот наш литературный редактор. Мы рерайтинг сократили. Он сразу берет аудио и делает из него изменения. Он переписывает в моем стиле. То есть мы уже с ним не так долго работаем, что уже вот... То есть с этим процессом или без стоят одинаково. Поэтому мы вот этот процесс упростили. Ему даешь либо вот этот текст, либо аудио. И он делает литературный текст. Вот его уже можно читать. Он уже хороший. Особенно если человек с вами уже не первую... Вы не первую рассылку делаете. Не первую курсу рассылки. То тогда рука уже набита. Я наспору. У меня задача в этом году написать мою 50-ю книгу. Сейчас в районе 40-ка, 80-ых десяток. Осталось 3 месяца. Я буду скоряться. Ну или ритературный пускай. Литературный текст. Вам его надо перечитать и поправить. Почему? В чем засада здесь бывает? Третий процесс это уже вы. Они же тему не знают, поэтому они могут частицу не опустить. Или наоборот лишнюю поставить. То есть вы читаете, 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 бум какой-то совсем. Я не мог такое сказать. Тут именно логические вещи какие-то будут. Не те. Что-то вам захочет записать. Вы можете сказать, нет, это будет гониво. Кстати, у вас будет ощущение, что это гониво. Если это гониво, это самая лучшая рассылка. На самом деле. Практика показала, как она самочитабельная будет. Во-вторых, они после нее, ничего не поняв, что им это. Поэтому почему-то гониво работает лучше. И после этого у вас, в конце концов, получается, если вы пишете в нашем стиле, то есть, если посмотрите, пример книги, я показывал клиента на халяву. Мы сделали тренинг, его вбросили, и у нас получилась книжка клиента на халяву, где 110 инструментов приведения клиентов бесплатно. И вот, каждая из них, это глава. Одна страница, две страницы, полустраницы, ну сколько-то. Вот пример. Это 110 выпуска вашей рассылки. Это 110 статьи в блоге. Мы ее всю бросили на сайт. По этим всем ключевым словам нас находят в гугле, как пример, потому что это все инвестируется. Это нереальный, уникальный контент образуется. Вы таких можете делать хоть раз в неделю. Сели, за несколько часов записали кастом-марафон, отдали, получили, перевираетили, сбросили. Все. По большому счету, первый раз это задача на выходные. Все это сделать. Один день вы выдали, и второй день вы вычитали, когда вам пришло через пару недель. И вы на два года с рассылками, с блогами, у вас все... Теперь еще про блоги расскажу одну штуку. Как читатели вы будете меня нас нанавидеть, но как писатели это очень удобно. У вас есть какая-то основная платформа блога. ЖЖ, ну где-то у вас есть, да? В ВКонтакте, Вордпресс свой. Что-то где-то есть, а вот наносим Вордпресс. Это ваш основной блог, куда все ваши статьи идут. В Вордпрессе есть функция, отложенный, что вот завтра выйдет эта статья, а через два дня. У меня сейчас статьи... Я взял две книжки, одну по коучингу, коучинг как бизнес, и вторая по секрету инфобизнеса. Они до 6 февраля по несколько глав каждый день будут выбрасываться. Поэтому я на сайте могу не присутствовать, он все равно будет выдавать. В ЖЖ есть, если у вас в ЖЖ, у кого блог в ЖЖ? Первый. В ЖЖ есть... Для ЖЖ есть программа, называется Семагик. Там можно отложено как его настроить, чтобы на компьютере он будет сам в ЖЖ пост. Вы это линкуете с ВКонтакте, Фейсбуком, ЖЖ опять же, и Твиттером. Через кросспостинг. Плагин есть под каждый из них. И что происходит? Каждый раз, когда автоматически выпрыгивает ваш пост, а, еще и про ссылку можно выбрасывать. Каждый раз, когда автоматически выходит этот самый ваш пост, автоматически везде появляется новый пост. В Твиттере, в Фейсбуке, везде, вы начинаете везде одна и та же информация. Ну и что? Будете спамить френдлессы. И как часто выбрасываете с каждым день? У меня каждый день. Но у меня, понимаете, что? Я в России четыре с половиной года. С начала 2007-го. С начала 2007-го я отвел 170 тренингов. У меня есть, о чем сказать миру. Поэтому я в день могу по несколько страниц. Мне когда ломает отложенное дело, потому что отложенное это дополнительные три клика. Это клик на отложенные, клик прописал дату. То есть дополнительные три действия. Когда мне ломает это дело, я могу сесть и за один вечер всю книгу вбить. То есть там 110 страниц на сайте появится. И они везде вот так вот заспамятся. Или в YouTube загнать 40 видео. Опять спам. Да, опять. Опять парабеллум все за книги. Да. Смотри, честно говоря, у меня вот в YouTube есть папушка рассылка. И все, что от вас приходит, оно все аккуратненько. Все нормально. То есть оно вообще не читается. И? Ну я не знаю. Я сначала подписался. Вот сейчас здорово. А внутри будут получать информацию. Вот там отписался. Нет, я не подписался. Вдруг когда-нибудь подают. Таких много. И когда кто-нибудь вштырит. Таких вот почему. Спасибо, что ты рассказал. Пример действия самых хороших клиентов. Они папочку складывают. И когда их петух клюнет, они находят эту папочку, контакты, звонят и приходят покупать консалтинг. Раз в неделю. Они сами себе заранее все продали уже. Просто эти вот напоминания раз в день, раз в неделю. Это напоминание. Это когда мы делаем ланч, когда мы постоянно эмэлим. Кто-то у Костика исполнитель-директор Кости Константин Бенко. Он копирайтинг был. Копирайтинг. Кто-то его спросил, а зачем вы посылаете так часто посылаете эмэйлы? И он ответил так гениально. Ты не знаешь, как ответить? Ну как, кроме как послать. И он сказал, ну как, каждый раз, когда нам посылаем эмэйлы, вы нам посылаете деньги. Поэтому мы посылаем. Захотели денег, посылаем вам эмэлы. Ну, честный ответ вам обменяем. Люди, правда, не верят, почему-то. Вот это конвейер. Этот конвейер, который 90% работы, вот здесь, 90% работы не ваша. Вы выдали информацию, и вы ее в конце завизировали. Даже резать и засунуть на сайт можете не вы. Ну, можете вы. Это не так долго не занимает. Как нижка в рассылку. Все в рассылку. Все в эфир. Опять, мы ничего не это самое. Причем, для продвинутых. У нас есть видео, у нас есть аудио. Правильно? Видео режется на смысловые блоки и загоняется в YouTube. Ну, не все, часть. Первая там, не знаю. Мы, если мы говорим про живой тренинг, мы первые полдня, мы четверть тренинга отдаем на халяву. Это же аудио загоняется на сайт, чтобы она лежала в папке Free, чтобы люди качали. У нас в пиковое время папка Free доходила почти до 50 гигабайт. Когда мы начинаем отдавать тренинги бесплатно, ну так, на неделю, у нас трафик терабайт в день. У нас сервера гнулся. Но весело. И YouTube тоже лингуется с ВКонтакте, с Фейсбуком, с Твиттером, со всеми делами. То есть, когда вы видео вы создаваете в YouTube, у вас везде об этом говорится. Потом вы это видео встраиваете в свой блог, и об этом тоже еще везде говорится. Ну, ничего страшного. Нормально. Все равно, вы поймите, люди все равно смотреть не будут. Они все складывают в папочки, поэтому... А видео чем режут все? Без кучей софта. Если есть платных, то премьером, одно премьер. Я режу, у меня есть бесплатный медиа-кодер, называется. Как это китайский какой-то софт, отлично и видео режут, и все, что хочется. Сейчас в YouTube появилась функция, вы можете начало и конец резать. Залить на YouTube, потом обрезать. Андрей, скажите, а как вы занимаетесь на YouTube видео больше 15 минут? Потому что там еще самые бывают, если с 40-х... Когда вы за... полоните... Слово пытался, приличное, вспомнил. YouTube, свои видео, и их можно много смотреть, они сами тебе придут, скажут, теперь безлимитка, теперь у тебя будет, теперь лечу хочешь. У нас там 400 видео просто сейчас. Ну, это, наверное, 100 или 50, или 100. Ну, много. Причем, если ты видео будешь... Я в детстве, я пошел покурить, я пришел с перекура, который никто не будет смотреть, то они тебе не дадут возможности гнать трехчасовыми видео. А если это вменяемые, которые смотрят, то с удовольствием. Причем, если есть много времени, если проблема с контентом, а есть много времени, берешь свое часовое, трехчасовое выступление, режешь его по 3 минуты, бум, и тебе 100 видео. И будет лучше смотреть. И каждое видео называешь так, как ты хочешь, чтобы тебя находили в поисковиках. Вот еще одну фишку дарю. YouTube, из-за того, что YouTube принадлежит Google, если вы ключевое слово разбиваете, то вторым или третьим будет ролик, у которого это, ключевое название ролика в YouTube. А если совсем больше автоматизировать, когда именно файлов так называешь, в YouTube добавит файл, и они автоматически тайтл прописывают по названию файлов. Супер. Это из последних походов. Теперь вообще облиденно. Вопросы какие-то здесь? Да, есть вопросы. А, ну, наверное, еще... конечный пункт, это все-таки публикация книги на основании все это, да? Это побочный пункт публикации книги. Вот вопрос такой. Если вот здесь вот книжка, допустим, вот, Робилович 4, вы проводите какой-то семинар, берете там, это оглавление. Да, и по этой... Поэтому оглавление что-то там рассказывает. Закончается то же самое, как бы вольные пересказы. В итоге вот у вас 50 книж, которые все вольные пересказы одной и той же книги какой-нибудь или другой. Ну, я утрирую, да? Ну, так, хорошо. Плюс добавили отсюда, добавили отсюда. Ну, по сути, как бы кто-то вот это... Будете читать все вот эти пересказы? Кто-то будет. Нет, ну, во-первых, на каждого... Даже в караоке есть свои слушатели. Насколько я... Есть фанаты, которые вот... А там сегодня будет выступать, сегодня приходит там чувак, который просто поездок. С другой личной жизни нужно иметь... Один и тот же тренинг. А? Помнишь, как я два раза отрел один и тот же тренинг? Ты сейчас о чем? Я два раза отрел один и тот же тренинг, и люди, которые пришли второй раз, сказали, мы шли, мы думали, что вы будете рассказывать то же самое, вы дали совершенно новые материалы, спасибо вам огромное. У меня есть знакомый, у которого система сейчас новая фишка, автовебинары. Это когда в лом вести... ты отводишь вебинар один раз, отвечаешь шапочно на вопросы, к сожалению, времени не осталось, поэтому на все вопросы в следующий раз обязательно, и ставишь его на повторение, на каждый четверг, в 19-м году. Парень говорит, приходит email, что я шесть раз был на ваших вебинарах. Такой контент даете. Каждый раз столько много нового. Но вот я никак не успеваю, чтобы вы на мой вопрос ответили. Я в чате его задаю, а вы его проскалькиваете. Я хотел бы его все-таки задать. Он говорит, а парень мне знакомый, у меня на слойке циники в этом бизнесе. Он говорит, продолжается, задавая. Отвечая, отвечая на другой вопрос, на внезапный вопрос по поводу ведения тренингов по уголовлению книг. Во-первых, чем инфобизнес хорош? Тем, что на каждого певца все равно кто-то найдется. То есть, сейчас давайте вам по-другому скажем. Когда вы только начинаете, вот начинаете, или вы уже на горе, задача на взлете 80% наших усилий идет на объем контента, и только 20% на качество. Это вам грустная статистика. ,